Ультрадент Многопрофильный медицинский центр с профессиональным коллективом врачей В нашем центре применяются новейшие диагностические и лечебные технологии, позволяющие выявить самые тонкие нарушения в организме и с высокой точностью установить диагноз, добиться выздоровления. Все приемные кабинеты оборудованы по последнему слову техники, что дает нам ряд преимуществ в диагностике болезни. Весь спектр услуг оказывается на высшем уровне, что оказывает не только благотворное влияние на наших клиентов, но и положительно сказывается на репутации нашего медицинского центра. Наши врачи, обладая богатым клиническим опытом, постоянно повышают собственную профессиональную квалификацию. Мы внимательно следим за новейшими достижениями научно-технического прогресса в области медицины и используем их в своей технике. Поддерживая высокий уровень корпоративной культуры центра, мы обеспечиваем комфорт нашим пациентам. Осмотр врача-терапевта. Врач-терапевт – это специалист в области клинической медицины, который занимается профилактикой, диагностикой, лечением заболеваний внутренних органов. Если у вас появилась боль или дискомфорт, и вы не знаете, с чем это связано, то в первую очередь вы обращаетесь к врачу-терапевту. Если вы страдаете хроническими заболеваниями, то вам необходимо регулярное посещение врача-терапевта. Кроме того, дополнительно врач-терапевт поможет вам оформить дополнительную медицинскую документацию, в том числе медицинскую справку и оформление больничного листа. Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов. Сегодня во всем мире и в том числе в нашей стране большое внимание уделяется первичной и вторичной профилактике. При первичной профилактике важным звеном является посещение врача-терапевта, который может определить общее состояние здоровья и в последующем, если есть какая-то патология, направить к ведущим специалистам – к урологам, гинекологам, кардиологам. Помимо этого, врач-терапевт направляет пациентов на дополнительные методы исследования, такие как электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца, ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также ультразвуковое исследование внутренних органов. Острые синуситы Мы находимся в кабинете врача-утоларинголога. Обычно пациенты обращаются к врачу-утоларингологу с жалобами на заложенность носа, на насморк, боли в области гайморовых пазух, в области щек и лба. Это говорит о том, что у человека появилось осложнение вирусной инфекции, которое называется острые синуситы – воспаление пазух, придаточных пазух носа. И вот эти заболевания лечит врач-утоларинголог. Да, для этого существует большой спектр процедур, такие как промывание носа ями-катетером, которое в последнее время очень широко используется для лечения острых воспалений придаточных пазух носа. Также существует процедура лазеротерапия, то есть освещение лазером тканей носа, которые стимулируют выработку поверхностных защитных свойств тканей, снижение отека слизистой носа, улучшение кровоснабжения, что тоже ведет к улучшению терапевтического эффекта. Что из себя представляют придаточные пазухи носа у человека? Ну вот если посмотрим на этот муляж, вот лицо, наружный нос и разрез, вот это лобные пазухи, вот это гайморовые пазухи, вот это вот маленькие, мелкие, это клетки решетчатого, так называемый решетчатый лабиринт, или этмоидальные клетки, вот это гайморовые пазухи, левая и правая, вот это клетки решетчатого лабиринта, то есть этмоидальные пазухи, это клетки лобные, правая и левая лобные пазухи. При воспалении так называемых синуситок происходит накопление эксудата в этих вот пазухах, в гайморовых, в лобных, в решетчатых пазух, утолщение слизистой носа, слизистых пазух, и через естественные природные соусти из этих пазух содержимое попадает в полость носа. Уровень гноя в пазухах, он приносит очень много беспокойств и дискомфорта для человека. Ну, во-первых, это боль, чувство распирания в пазухах, ну, естественно, насморки, затрудненное носовое дыхание, отсутствие обоняния у человека, естественно, отсутствие вкуса, температура. Вот это, в общем-то, такие, в основном вот эти симптомы проявляются при острых гайморитах. Для того, чтобы из пазухи, гайморовой пазухи, решеток, достать вот этот эксудат, то есть для того, чтобы его убрать оттуда, существует такой метод промывания полости носа, как ямик-катетер. Синус-катетер ямик – оптимальное устройство, которое позволяет безболезненно, что называется, без прокола, осуществлять лечение гайморита. Этот метод исключает травму слизистой оболочки и костной структуры полости носа, позволяет одновременно удалить гной из нескольких пазух с одной стороны и произвести доставку лекарственных растворов непосредственно в околоносовые пазухи. Удаление зуба Удаление зуба – это хирургическая операция, при которой удаляется зуб непосредственно в слуночке или на верхней челюсти, или на нижней. Показания к удалению зуба бывают экстренные или плановые. В экстренных случаях зуб удаляется при гнойном воспалении, переходяющей на кость, например, переостит, либо астемилит, либо при сильной зубной боли, когда правильно, адекватно лечение невозможно. В плановом порядке зубы удаляются с непроходимыми корневыми каналами. Если зуб невозможно сохранить, либо коронковая часть его отсутствует, коррозный процесс проходит дальше. Дистрофия сетчатки Обращаются пациенты с очень распространенным симптомом – это снижение зрения. И при обследовании, очень часто, особенно у старших возрастных групп, обнаруживается заболевание, которое называется дистрофия сетчатки. Она бывает возрастная, как я уже сказала, но также бывает урожденная и наследственная. Урожденные и наследственные дистрофии проявляются в раннем возрасте, в раннем детском возрасте, в юношеском и в молодом. И, к сожалению, лечению они не поддаются. Но в возрастных изменениях можно улучшить зрительные функции при определенном лечении и удержать остроту зрения на одном и том же уровне, даже немножко улучшить. Сетчатка глаза отвечает за восприятие изображения. Дистрофия сетчатки – это нарушение ее питания. Недуг вызывается нарушениями в сосудистой системе глаза, и тогда формируется рубец, полностью выпадает центральная зона сетчатки, остается только периферическое зрение. Человек отличает день от ночи, видит боковым зрением нечеткие контуры предметов, но в центре изображения нет. Перед глазом как будто висит черное пятно. Перед началом лечения обязательно нужно пройти комплексное обследование у офтальмолога, то есть посмотреть все зрительные функции – остроту зрения, поля зрения, обязательно глазное дно, причем желательно его смотреть в динамике, то есть до лечения и после лечения. Зубное протезирование При обращении пациента в клинику на консультацию, если пациент, допустим, жалуется на частичное отсутствие зубов, мы определяемся с планом протезирования. Я считаю так, что если у пациента есть выбор ставить съемную конструкцию или несъемную конструкцию, то часть проблем у него решена. Как правило, при отсутствии одного или нескольких зубов мы предлагаем пациентам установку дентальных имплантантов. Суть установки дентального имплантанта в том, что, во-первых, если отсутствует один или несколько зубов, это не нужно точить соседние зубы, во-вторых, это останавливается процесс регенерации костной ткани, то есть обыль костной ткани при постановке дентального импланта полностью отсутствует. Ну и конструкция, если, допустим, отсутствует много зубов, при установке определенного количества дентальных имплантантов можно избежать съемного протезирования. Процедура занимает установка имплантанта от полутора до двух часов, это работает хирург. После того, как произошла установка имплантантов, можно предложить какое-то временное протезирование. Когда имплантант состоялся как опора, это на верхней челюсти, как правило, через 4 месяца, на нижней челюсти через 3 месяца делается постоянная конструкция. Выбор материала также зависит от того, в какой значимой зоне, в эстетически значимой зоне, находятся имплантанты. Как правило, жевательную группу мы делаем из металлокерамики японской фирмы Шофу и Наритаки. А фронт рекомендуем изготовление индивидуальных аббатманов и изготовление безметалловой керамики, это Процера.